Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Красный луговой клевер Издавна изучено лечебное действие этого растения на человека, поэтому оно широко применяется как эффективное средство народной медицины для лечения некоторых патологических состояний. Компоненты лугового клевера обладают противовоспалительным, противогребковым, антимикробным, вяжущим и обезболивающим действием. Он способствует активизации восстановительных процессов, облегчает отхаркивание и отведение слизи. Кроме этого, трава используется для приготовления различных блюд. Показания к применению Клевер широко используется в медицинской практике для коррекции и лечения некоторых патологических состояний и ряда заболеваний. Показан красный луговой клевер в лечебных целях при атеросклероз сосудов головного мозга, гипертоническая болезнь, способствует значимому снижению показателей АД и устраняет головные боли. Клинические проявления анемии Ревматизм, миозит, артрит и полиартрит Болезни органов дыхания, пневмония, бронхит, ОРВИ, патологии лор-органов, грипп, бронхиальная астма Заболевания репродуктивной сферы, воспалительные процессы в яичниках, матке, болезненные менструации, климактерические изменения у мужчин при половом бессилии Злокачественные новообразования как для системного применения, так и для местного внешнего воздействия Болезни кожи, механические повреждения с кровотечением различной интенсивности, термические ожоги, трофические язвы, витилиго, воскулит, грибковые поражения кожи Воспалительные процессы, сопровождаемые образованием гнойного секрета, панориции, вторично инфицированные раны, фурункулы, абсцессы, пролежни и язвы Чем полезен красный клевер для женского организма? В ходе лабораторных исследований определено, что в экстракте клевера в значительном количестве находятся фитоэстрогены, гормоноподобные вещества. Максимальная их концентрация наблюдается в цветках клевера. Здесь определяются следующие виды изофлавонов, генистеин, дейдюэин, ферманонетин и другие. Фитоэстрогены воздействуют на те же рецепторы, что и женские половые гормоны, поэтому при достаточной концентрации способствуют аналогичному воздействию на органы и ткани, а именно снижение болевого синдрома во время менструального кровотечения, нормализация функционального состояния после наступления менопаузы, минимизация морщин, повышение эластичности и тонуса кожи, укрепление костей, восстановление кальциевого обмена, нормализация холестеринового обмена. 10 лечебных свойств красного клевера, доказанные наукой. В связи с тем, что растительный экстракт клевера обладает антибактериальным, противовоспалительным и противовирусным действием, он повсеместно используется в комплексной терапии многих заболеваний. 1. Применение при бронхите. Ингредиенты, входящие в состав растения, способствуют разжижению мокроты, поэтому он облегчает отведение секрета. Уже после нескольких дней лечения наблюдается эффективное выведение вязкого слизистого отделяемого. Эти свойства объясняют применение клевера, прикоклюша и других воспалительных процессов органов дыхания, которые сопровождаются кашлем. Чтобы добиться максимально значимого терапевтического эффекта, рекомендуется принимать продукт 3-4 раза в день. 2. Применение при инфекциях мочеполовой сферы. Экстракт растения обладает сильным мочегонным эффектом. Это способствует быстрой эвакуации возбудителя инфекции из мочевого тракта. Для того, чтобы повысить эффективность терапии, необходимо четко соблюдать питьевой режим – не менее 2 литров в сутки. Достаточное количество жидкости предупреждает прикрепление патогенных бактерий на слизистые внутренних органов. 3. Применение при кожных заболеваниях. Эффективность местного применения отмечается при различных патологических процессах кожи. Отмечается двойное действие экстракта. Он способствует очищению внутренних органов и выведению токсинов, что обеспечивает устранение кожных высыпаний. 4. Эффективность лечения повышается при строгом соблюдении диеты. 4. Применение при гипертонии. Это лекарственное растение используют при повышенных показателях кровяного давления. Уникальные компоненты, входящие в состав экстракта, обеспечивают стабилизацию холестеринового обмена и растворение атеростлерозных бляшек. Для нормализации показателей давления препарат назначают курсами по 10 суток с интервалами не менее 3 недель. При соблюдении режима приема положительный эффект регистрируется уже после окончания первого курса. 5. При заболеваниях яичников. Главное лечебное действие красного клевера на такие заболевания обосновано высокой концентрацией фитоэстрогенов. Большинство заболеваний женских половых органов спровоцированы гормональной дисфункцией, а красный клевер успешно компенсирует дефицит женских гормонов. В тех случаях, когда патологический процесс спровоцирован бактериальной инфекцией, препараты клевера тоже способствуют быстрому выздоровлению и нормализации состояния больной. 6. Применение при мастопатии. Входящие в состав компоненты успешно подавляют кистозные доброкачественные процессы в тканях молочной железы. Фитопрепараты обеспечивают безопасную нормализацию гормонального фона и рассасывание фиброзных уплотнений. Использование клевера в терапии опухолей груди требует обязательного согласования с лечащим врачом. Максимальная эффективность терапии отмечается при комплексном подходе к лечению, а не изолированном приеме препарата клевера. 7. Применение при онкологических заболеваниях. Изофлавоны, которые в большом количестве находятся в этом растении, являются эффективным методом борьбы со злокачественными процессами любой локализации. Они существенно снижают темпы развития и размножения раковых клеток, способствуют их естественному разрушению. Людям с гормоночувствительным раком, такими как рак молочной железы, рак матки, рак яичников, эндометриоз, миома матки, следует поговорить со своим лечащим врачом, прежде чем принимать красный клевер из-за его эстрогенной активности. Тем не менее, трехлетнее двойное слепое исследование показало, что ежедневный прием 40 мг красного клевера безопасен для женщин с семейным анамнезом рака молочной железы. По сравнению с группой плацебо, не было повышенного риска рака молочной железы, толщины эндометрия или гормональных изменений. 8. Применение при боли в суставах. Цветки лугового клевера эффективно справляются с воспалительными процессами внутри мелких и крупных суставов. Они оказывают противовоспалительное действие и способствуют уменьшению болевых ощущений, которые часто сопровождают патологии суставов. Снижение активности воспалительных процессов способствует снижению механической нагрузки на ткани, а повышенное потребление коллагена из пищи способствует их восстановлению. Наиболее целесообразно принимать клевер вместе с хондропротекторами. 9. Применение при болезнях печени. Растение позволяет бороться с различными заболеваниями желчного пузыря и печени. Противовоспалительные свойства растения способствуют уменьшению дискомфорта, который сопровождает такие заболевания. Клевер способствует выведению токсинов и продуктов распада, что обеспечивает полное очищение всего организма. После прохождения полного курса лечения отмечается нормализация функций печени и ее анатомии, процессов пищеварения. 10. Применение при ОРВИ, простуде и гриппе. При простуде клевер способствует быстрому выздоровлению благодаря следующим свойствам. Противовоспалительное, антисептическое, иммуностимулирующее, отхаркивающее, общеукрепляющее. Уникальный состав растения объясняет его чудотворные свойства при целом ряде бактериальных и вирусных инфекций. Средство быстро устраняет клинические проявления болезни, лихорадка, кашель, насморк, головные боли и т.д. Способствует укреплению местного и системного иммунитета и предупреждает развитие серьезных осложнений. Заготовка сырья. Как правильно собрать и заготовить клевер, что сохранились все его лечебные свойства. Сбор. Оптимальное время для сбора – период активного цветения. В зависимости от особенностей климата, это обычно происходит с мая по сентябрь. Правильнее всего собирать не только соцветия, но верхние листочки, которые также богаты на полезные вещества. Сушка. Сушить траву рекомендуется в естественных условиях. Оптимальным местом будет чердак или под специальным навесом. Опытные травники рекомендуют не допускать чрезмерного высыхания клевера, в связи с тем, что это обеспечивает снижение концентрации полезных ингредиентов. Головки соцветий после сушки не должны рассыпаться или опадать. Хранение. Для создания оптимальных условий хранения необходимо фасовать траву в тканевые мешки и хранить в сухом месте. Не рекомендуется хранить заготовки дольше, чем один год. При соблюдении правил хранения не должно быть постороннего запаха, а на вкус трава остается немного горьковатой. Рецепт отвара и настоя. Данные формы лекарственного растения наиболее универсальны и доступны. Их широко используют в лечении различных проблем. В таком виде препарат может приниматься как внутренне, так и местно для примочек, общих и локальных ванн. Отвар. На один стакан кипятка необходимо 1 столовая ложка сухих соцветий. Все вместе кипятим на медленном огне в течение 1 минуты, после чего настаивают в течение 60 минут, рекомендуется принимать по 1 четверти 4 раза в течение дня или по 1 четверти 4 раза в сутки. Отвар необходимо принимать до еды. Крутой отвар для местного наружного применения готовится по той же технологии, что и предыдущий рецепт, но увеличивается пропорция до 3 столовых ложек настой. Стаканом кипятка заливаются 2 столовые ложки высушенного растения, после чего настаивается в течение часа и процеживается. Принимать необходимо по половине стакана трижды в день или по 1 четвертая, 4 раза до еды. Он обладает ярко выраженным отхаркивающим и противовоспалительным действием. Рецепт отвар из корней растения. Отвар из корней красного клевера необходим для терапии заболеваний дыхательной системы и онкологии. Для приготовления этого лекарства необходимо взять 20 граммов сухих корней и заварить 1 стакан кипятка, после чего оставить томиться на слабом огне минут на 30. После завершения этого времени отвар остудить, процедить и довести до изначального объема с помощью кипяченой воды. Дозировка 1 столовая ложка до 6 раз в сутки. Настойка красного клевера является эффективным лечебным средством при злокачественных новообразованиях, головных болях различной этиологии, повышенного холестерина и шума в ушах. Используется для профилактики вирусных инфекций, анемии, онкологии. В качестве наружного средства применяется для обработки полости рта и горла. Запрещено использовать при термических ожогах и на атопичной коже. С особой осторожностью можно принимать у больных с повышенным от. Для приготовления спиртовой настойки оптимальной концентрации необходима пропорция 4 столовые ложки сухой травы на 500 миллилитров водки или спирта, доведенного до 40% с помощью разведения. Выдержать настойку необходимо в течение 10 дней в теле. Дозировка 1 чайная ложка 3 раза в течение дня и 1 раз перед сном. Рецепт настойки семян на вине. Рекомендовано как эффективное средство терапии мужского полового бессилия и импотенции. Рецепт 1 столовая ложка семян заливается стаканом красного вина и обрабатывается на паровой бане в течение 30 минут курс лечения не менее месяца 3 раз в сутки по 1 столовой ложке чай из лугового клевера. Безопасное натуральное средство для профилактики острых вирусных инфекций и повышения аппетита у детей. 1 чайная ложка сухого растения заливается стаканом кипятка и настаивается 5 минут, после чего пьется маленькими порциями в течение дня. Сок из лугового клевера Свежевыжатый сок обладает теми же характеристиками, что и отвар с настоем, только считается более эффективным. Помогает укрепить защитные функции организма, помогает восстановиться после болезни, может использоваться для наружного применения, при нагноении ногтевого ложа или пальца, кожной формы туберкулеза. Чтобы приготовить эффективные лекарства, необходимо пропустить траву через мясорубку и отжать с помощью марли. Принимается по 1 треть стакана не чаще 3 раза в день. Масляная вытяжка – эффективное средство для локального воздействия на термические ожоги и сухую раздраженную кожу. Для получения лечебного масла необходимо залить двумя частями оливкового масла первая часть сухих соцветий и настоять не менее 14 дней. Применяется исключительно наружно в качестве мази или компрессов. Свежие толченые листья красного клевера можно использовать для быстрого заживления, механических повреждений, кожных покровов, при лечении абсцессов, ожогов и ревматизме. Свежие листья клевера промываются под проточной водой и измельчаются в ступке или помощью мясорубки. Готовую массу перекладывают на стерильную марлю и прикладывают на повреждения на 15-20 минут. Свежие соцветия красного клевера. Свежие цветы красного клевера могут приниматься в салатах и супах для лечения и профилактики авитаминоза. Она сладковатая на вкус и можно есть в любом количестве. Особенности применения у женщин, мужчин, детей. Для женщин рекомендуется использовать отвар для спринцевания влагалища и перорально для снятия боли во время менструации. В клинических исследованиях определено, что отвар клевера помогает скорректировать гормональный фон во время менопаузы и может быть эффективной заменой заместительной гормональной терапии. Женщины, принимавшие отвар красного клевера, отмечают уменьшение силы и частоты приливов, стабилизацию настроения и других климактерических специфических симптомов. Для мужчин красный клевер относится к натуральным афродизиакам растительного происхождения, который эффективно повышает половую активность у представителей мужского пола, применяется настойка семян. Для детей для улучшения аппетита и профилактики вирусных заболеваний рекомендуется использовать чай, который к тому уже помогает улучшить пищеварение, справится с кольками и спазмами в животе. При наружном использовании эффективно для борьбы с эксудативным диатезом в виде ванн с отваром и ополаскивателя после гигиенических процедур. Настойки на спирту детям принимать категорически запрещено. Противопоказания и побочные реакции, несмотря на известные лечебные свойства, принимать клевер запрещено при наличии одного из следующих противопоказаний – эстрогенозависимой формы рака. К ним относятся рак молочной железы, рак матки, рак яичников, эндометриоз, миома матки. Этим людям следует поговорить со своим лечащим врачом, прежде чем принимать красный клевер из-за его эстрогенной активности. Беременность независима от сроков гестации, нет данных о безопасности применения во время беременности. Красный клевер может замедлить свертываемость крови, и его следует избегать людям с нарушениями свертываемости крови. Тяжелые патологии сердца, постинсультное состояние требуют предварительной консультации лечащего врача перед началом терапии красным клевером в связи с высоким риском осложнений. Кроме этого, необходимо помнить, что использование красного клевера в лечебных целях может способствовать появлению следующих побочных реакций – кожные высыпания, миалгии, головокружения, приступы тошноты и рвоты, маточное кровотечение. Не рекомендуется использовать траву и препараты, содержащие экстракт красного клевера вместе с таблетированными эстрогенами, аспирином, печеночными ферментами, гепарином, фарфарином и тамоксифеном. При необходимости принимать в комплексе с любыми другими медикаментами необходимо предварительно получить консультацию у лечащего врача. Поделитесь этим видео в социальных сетях, будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик.